Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе. А какой в этом толк, собственно? Начнем с физики. Энергия ветра одна из форм солнечной энергии. Солнце нагревает поверхность земли с разной интенсивностью. Тепло от земли передается воздушным массом над ней. Поскольку плотность воздуха зависит от температуры, образуется зона с разным атмосферным давлением. Теплый воздух легче холодного. Теплый воздух поднимается вверх от земли, а холодный перемещается вдоль нее горизонтально, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Получается ветер. Ветер – процесс выравнивания давления путем перемещения воздушных масс. Энергия ветра используется человечеством с древних времен. Она может быть преобразована в кинетическую, механическую или электрическую энергию. Это, вероятно, самый легкодоступный вид энергии. Около 200 лет до нашей эры в Персии появились первые мельницы с горизонтальной осью вращения. Подобный примитивный тип мельницы применяется до наших дней в странах Средиземноморья. Первое письменное описание устройства для выполнения механической работы при использовании ветра – работа Герона, который в первом веке нашей эры описал принцип работы ветряной мельницы. В начале 20-го столетия резко возрос интерес к использованию энергии ветра для нужд промышленности и сельского хозяйства. В 1890 году в Королевстве Дания была построена первая ветряная электростанция, а к 1908 году, через 18 лет, их уже насчитывалось 72, установленной мощностью каждой от 5 до 25 кВт. Возрождение интереса к ветроэнергетике, как и ко многим другим альтернативным видам энергетики, в частности солнечной, началось в 1970-х, после нестенного кризиса. Переломный период явно показал сильную зависимость множества стран и их отраслей экономики от импорта нефти, что стало причиной поиска возможных вариантов для снижения этой зависимости. Поговорим о недостатках и преимуществах использования энергии ветра и ветроэнергетики в целом. Энергия ветра является общедоступным и возобновляемым ресурсом. Пока будет светить солнце, и независимо от того, сколько энергии ветра используется сегодня, в будущем она будет по-прежнему доступна в тех же объемах. За последние 10 лет себестоимость 1 кВт электроэнергии, полученной при использовании энергии ветра, резко сократилась. Вместе с тем, для старта работы ветрогенератора и начала генерации электроэнергии в сеть требуются значительные первоначальные инвестиции. Так, около 80% начальных капиталовложений – это стоимость оборудования и его монтаж на подготовленную площадку. Однако эксплуатационные расходы на задержание установки в течение всего срока эксплуатации практически сведены к минимуму. Энергия ветра является источником относительно чистого электричества. Ветряные электростанции не выделяют в окружающую среду загрязняющих веществ, и их влияние на экологию не так значительно, как энергоустановок, работающих на ископаемом топливе. Но все же они создают некоторые проблемы. Так, лопасти ветрогенераторов создают шум. Визуально они могут портить ландшафт. О них разбиваются птицы и летучие мыши. Большинство из этих проблем решается в той или иной мере за счет применения различных технологий и разумного размещения в ветроустановок. Основная проблема, связанная с использованием энергии ветра – прямая и сильная зависимость вырабатываемой энергии от природных и метеорологических факторов. Запасы энергии ветра более чем в 100 раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. Германия планирует к 2025 году произвести 40-45% электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Дания планирует к 2020 году 50% потребности страны в электроэнергии обеспечивать за счет ветроэнергетики. Индия планировала к 2012 году увеличить свои ветряные мощности в два раза на 6000 МВт в сравнении с 2008 годом. Эта цель была достигнута. В настоящий момент ветроэнергетика является быстро развивающейся и перспективной отраслью. «Спасибо за просмотр! Ставим лайки!» «Спасибо за просмотр! Ставим лайки!» «Спасибо за просмотр! Ставим лайки!» Редактор субтитров А.Семкин